За велосипедный станок или против. Наступила зима. Дорогие стали непригодны для велосипедных тренировок. Что делать? Забыть на время про велосипед или тренироваться в помещении? Я являюсь большим любителем занятий на велостанке. Даже летом часть тренировок я провожу на нем. Некоторые велосипедисты разделились в этом вопросе. Одни часами не слезают со станка, другие не имея станка все тренировки проводят на свежем воздухе. Попробую разделить вопрос на преимущества и недостатки. Преимущества 1. Нет остановок во время тренировок, вас не беспокоят машины, дорожные знаки, светофоры. 2. Можно проводить тренировки строго по плану, например, если запланированы 10-минутные интервалы в определенной зоне, с 2-минутным отдыхом при частоте вращения 90 рпм, то на станке ничто не может вам помешать. На улице же различные препятствия могут не позволить вам выполнить поставленные задачи. 3. Интервалы высокой интенсивности намного проще на станке. Вы просто крутите педали быстрее, не беспокойся о машинах и опасных участках, дорогие. 4. Экономия времени. Сборы занимают меньше времени и нет остановок во время тренировок. 2 часа на станке равны приблизительно 3 часам на улице. 5. Дневной свет не имеет никакого значения. Заниматься можно рано утром или поздно вечером. 6. На станке можно симулировать езду на ровных участках дороги, без подъемов и спусков, лежа на аэробарах, с постоянной мощностью педалирования в течение продолжительного времени, что весьма актуально при подготовке к определенным стартам. 7. Можно закончить тренировку в нужное время, у вас не будет проблем с питанием или обезвоживанием. Недостатки. 1. Самый большой, это скучно. Структурные тренировки, музыка могут помочь с этим бороться, но свежий воздух и природа незаменимы, многие по этой причине не могут быть в помещении и рвутся на улицу. 2. Невозможно полностью симулировать работу на подъемах. Можно, конечно, поднять переднюю часть велосипеда, но все равно это не будет то же самое. 3. Невозможно практиковаться в прохождении спусков и поворотов. Ваши навыки в этом аспекте никогда не улучшатся, если проводить все время на станке. 4. Невозможно варьировать ваши энергозатраты и позиции на велосипеде. Против ветра ваша скорость уменьшается, а энергозатраты увеличиваются, и наоборот. Когда вы мчитесь на большой скорости, вам нужно быть более аэродинамичным. Всему этому можно научиться только на дороге. Это, конечно, только небольшая часть всех плюсов и минусов, связанных с велостанком. Сторонники и противники могут найти еще массу деталей. Конечно, и станки со временем меняются, они становятся более современными, все больше приближая тренировки в помещении к настоящим велозаездам. Рекомендую Minora. Minora – бренд японской компании Interjet Ins. Производитель тренажеров, различных аксессуаров и инструментов для велосипедов. Японская компания Minora известна высококачественными велотренажерами и специальными стойками для ремонта велосипедов. В списке товаров, производимых компанией Minora, также присутствуют всевозможные подставки и держатели для велосипедов, станки для регулировки и спецовки колес, карманные складные наборы велосипедных инструментов, различные держатели для велофляг, всевозможные крепления и приспособления для установки велокомпьютеров, фонарей и багажников на велосипед. Философия компании Minora построит длительные, уважительные и дружеские взаимоотношения с клиентами. Консультанты компании могут дать ответ на любой вопрос адрес Minora So. ЛТД 1197-1 года, Анпатхи, ГИФу 503-2305, Жапан, Телефон 81584-27-3131, Факс 81584-27-7505. Емейл Minora собака Minora, ЖП. Всем удачи!